МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Что, где, когда? Глава столичной администрации на связи с чебоксарцами. Сколько воды нужно для уборки в подъездах? Новая формула для расчета за общедомовые нужды. К чему обязывают белый халат? Медицинские работники готовятся к профессиональному празднику. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в составе официальной делегации Приволжского федерального округа находится в Китае. Там проходит заседание совета по межрегиональному сотрудничеству в формате Волга-Янзы. Сегодня официальная делегация посетила Аньхойскую компанию по выпуску автомобилей. А завтра пройдет заседание совета и подписание соглашений между регионами ПФО и китайскими провинциями. Также делегация примет участие в церемонии закрытия 4-го российско-китайского молодежного форума. Новость о возможности расчета пенсии по уходу за детьми до полутора лет в баллах взволновала пенсионеров. Несмотря на то, что срок подачи заявлений не ограничен, многие решили не откладывать дело в долгий ящик. Желающих сделать перерасчет оказалось много, и специалистам пенсионного фонда приходится работать в авральном режиме. Эта фотография была размещена в социальных сетях. За 10 минут до открытия Калининского МФЦ у двери выстраиваются большие очереди. «Принимаем пенсионеров города Чебоксары, принимаем от них заявления, убеждаемся, что пенсионеры являются таким-то лицом, то есть удостоверяем личность, и передаем данный пакет документов в пенсионный фонд города Чебоксары. Вопрос, почему ажиотаж возник, это, конечно, открытый вопрос. Это показывает о том, что наши пенсионеры города Чебоксары общительный народ, общаются между собой, и где-то, может быть, не совсем правильная информация, она обросла, ну вот, неправильная информация обросла и создала ажиотаж. Сегодня на уровне МФЦ принято решение увеличить продленность рабочего дня, но это, конечно, не обязаловка, это по согласованию с работниками, чтобы обслужить максимальное число заявителей. При этом мы представление других услуг не отменяем». В региональном отделении пенсионного фонда похожая картина. Посетители жалуются на то, что ждать приема приходится часами. «Очередь большая, с очереди на обед попали, а вот получилось так, что 113-й с обеда взяли, а мне попался талон на 139-й, вот сидим 2,5 часа». «Народа очень много, на воюжину была, на Егерском. Сейчас сюда пришла пенсию перевезти, талон, говорит, неправильно дали, опять по новому дали, вот сижу». «Сколько уже сидите еще раз?» «Полчаса». «130-й, наверное, 23 человека еще». «23 человека?» «Да». «То есть вам еще придется?» «Ну, было 30, когда я пришла. 30 человек было. Я по месту жительства должна тракторостроителей МФЦ, но там, говорят, с 6 часов очереди занимают». В пенсионном фонде признают, что интерес к перерасчету пенсии по уходу за ребенком до полутора лет возрос. Раньше этот период включали в стаж, а теперь его можно рассчитать и в баллах. Возможность получить прибавку вызвала настоящий ажиотаж среди пенсионеров. «Мы выводим дополнительные специалисты из прочных отделов, организовывая дополнительные рабочие места. Мобилизовали все свои ресурсы и стараемся обеспечить и все, кто собрался оформлять заявление, то мы обеспечим прием. В районе ситуация, наверное, аналогичная. То есть население идет, мы такие же меры приняли и в управлениях. Там, значит, выведены дополнительные рабочие места, где по возможности где есть записи на прием осуществляем. И также поставим задачу принять все заявления от тех лес, которые изъявят желание об этом». Но прибавка к пенсии не гарантируется всем, кто подает заявление. «Все зависит от индивидуальных расчетных показателей, из которых рассчитана пенсия гражданина. Поэтому в том случае, если гражданин имел невысокий заработок, либо вовсе не представлял справку о заработной плате при расчете размера пенсии, в этом случае можно рассчитать возможность перерасчета. Те граждане, у которых в период работы была достойная заработная плата и имеют одного или двух детей, возможно и уменьшение размера пенсии при таком перерасчете. В этом случае выносится отказное решение, перерасчет в сторону уменьшения не производится». Специалисты отмечают, что сроки не ограничены. Обратиться за перерасчетом можно в любое время. В пенсионном фонде советуют записаться на прием предварительно, по телефону или через интернет. «Есть возможность подать заявление также через единый портал, то есть через единую информационную сеть. Эти заявления также будут приняты нами и рассмотрены, но только в случае, если впоследствии будут представлены документы, свидетельствующие о рождении детей». Для перерасчета пенсии необходимо подать заявление, паспорт и свидетельство о рождении детей. По нормативу рассмотреть обращения от пенсионеров должны в течение пяти дней. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Сколько нужно воды для уборки в подъездах многоэтажек и электричества, чтобы было светло, посчитали специалисты Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В июне в республике изменились нормативы ресурсов, необходимых для содержания жилья. Слушала и считала Ольга Пырочкина. От каких-либо изменений в сфере оплаты коммунальных услуг россияне не привыкли ждать ничего хорошего. В этот раз все не так, обещают специалисты. Чтобы исключить возможность махинации управляющих компаний, с начала 2017 года из квитанции пропала отдельная строка ОДН, куда УК могли вписывать несуществующие расходы. Отныне общедомовые нужды включены в плату за содержание жилья. Начисляться такая плата должна исходя из величины потребления, которая рассчитывается по нормативу. А его каждый регион устанавливает самостоятельно. Что и произошло. Тема такая, она острая. Жители хотят, чтобы норматив был меньше. Управляющие компании с ресурсоснабжающими организациями хотят, чтобы норматив был больше. Считаем, что нормативы получились взвешенными. Здесь нужно по конкретным домам отдельно смотреть, потому что категории различные напрямую это не видно. Но в целом нормативы в любом случае понизились. Учитывая формулу расчета, уменьшение нормативов означает и уменьшение платы. Госслужба по тарифам прикинула на сколько, на примере жителей пятиэтажки в Чебоксарах. На период января 2017 года плата за общедомовые нужды по ранее действующим нормативам составляла в целом 90 рублей 79 копеек. То с учетом вводимых новых нормативах плата за общедомовые нужды составляет уже 61 рубль 31 копейку. Впрочем, увидеть, что будет в их собственных квитанциях, жители Чувашии смогут только в июле, когда получат их. Тем временем в Госдуме страны сейчас рассматривают проект закона, который позволит жителям платить за общедомовые нужды согласно показателям общедомовых приборов учета. В первом чтении документ уже одобрили. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии стали известны первые результаты ЕГЭ. Данные поступили по географии, информатике, математике базового уровня. Как отметили в республиканском Минобразовании, итоги на уровне прошлого года. С заданиями по математике справились более 97%. Четверо человек набрали более 80 баллов по географии. По информатике 100 баллов получили два выпускника. Не справились с заданиями 24 школьника. Впереди экзамены по иностранным языкам, химии и истории. Резервные дни с 20 июня по 1 июля. Сегодня в эфире федеральных телеканалов и ряда радиостанций прошла прямая линия с Владимиром Путиным. Президент ответил на различные вопросы от проблем ЖКХ до внешней политики. Обманутые дольщики жалуются на строителей и местные власти. Молодые семьи на условия ипотеки и переплаты по кредитам. Жители Санкт-Петербурга интересуются, почему программа реновации рассчитана только на Москву. А жители регионов сетуют на плохие дороги. Отправили свой вопрос и журналисты газеты «Грани». Он опубликован на сайте редакции. 64 вопроса за полтора часа. Это итоги прямой линии с главой столичной администрации Алексеем Ладыковым. Какие вопросы оказались самыми популярными и что надо решать в первую очередь об этом в нашем сюжете? У нас сырость страшная на первый этаж. Вся стена рухнула и нам пришлось заново все вот это вот замазывать. А вот эту печь пока еще удается сохранить. Галина Курапова не печник и не строитель. Она житель 37-го дома по улице Гражданской. В 2011 году его признали аварийным. Дом в очень плохом состоянии, кругом все трещит, все рушится. Вот тут, хотя дом кирпичный, но уже труха, сыпется песок. Новый тут дом строили. Когда забивали свай, наш дом трещал. Он прям вот все, посуда звенит, и мы тут сидим, и как будто от того глядишь, что дом развалится. Очень страшно было. В этом доме 8 квартир. Жильцов здесь 40, правда сейчас осталось только половина. Остальные поселились у родственников и знакомых. Отсутствие канализации, отопление – лишь часть бед. Всех людей должны были расселить до 1 марта этого года. Однако компания застройщик требовала доплаты за новые квартиры. Как будет дальше? Значит, наше обязательство – вас расселить. Если это будет регион Жилстрой, то мы расселим вас самостоятельно. На сегодняшний день мы с этой компанией расторгаем договор, значит, предоставим вам квартиру за счет выделенных средств из бюджетов разных уровней. Много вопросов поступило по поводу микрорайона Садовой. Один из наиболее частых, когда появятся магазины и торговые точки. Застройщик микрорайона, компания Сувор, на сегодняшний день установили небольшой торговый киоск на пересечении улицы Дементьева и Ги. И строят торговые ряды. Планировали запустить в этом году, но, по-моему, опять они остановились. Уточним сроки, когда будут запущены магазины, сообщим вам. Дальше по списку. Откроют ли в этом микрорайоне школу и решают ли проблемы с нестабильным освещением. Жители жалуются. Бывает, свет горит весь день, а вот вечером его включают слишком поздно. Идти приходится практически в темноте. С этой проблемой глава столичной администрации обещал разобраться. А вот со школой уже все практически решено. Проект на 1600 мест сейчас проходит экспертизу. Возможно, в этом году начнем строительство. В ближайшие 2-3 месяца это будет ясно. Также горожане интересовались вопросами благоустройства, капитального ремонта домов и ремонта дорог, устройства детей в детские сады. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Врачи – одна из самых необходимых профессий. Это они владеют бесценными знаниями, диагностируют и контролируют сечение различных заболеваний. Героиня нашего сюжета не просто лечит, она еще и руководит целым коллективом поликлиники Аликовской центральной районной больницы. Накануне профессионального праздника медработников с ней встретилась наша съемочная группа. Заведующий Василиса Архипова работает не так давно, с начала этого года, но с любимой профессией связано уже 25 лет. Когда нас водили на прививку, вот этой чистотой, эта белизна и вот такой запах больничный, он вот тогда еще запах хлорки, он вот видимо все вот это вместе меня привлекли. Выпускница Канарского медицинского училища Василиса Архипова начала свою трудовую деятельность медсестрой в Чебоксарской медсанчасти строителей. Затем встретила свою вторую половину армейского офицера. А дальше как ниточка за иголочкой, куда муж, туда и жена. Валикова, так Валикова, возражений нет. В серьез о карьере она никогда не задумывалась, но проработав медсестрой, выучилась и стала врачом. После успешного окончания медицинского факультета по распределению я поехала на работу в Шумерлинскую центральную районную больницу. Вначале проходила интернатуру на базе Шумерлинской детской больницы. После окончания интернатуры начала работать врачом-неонатологом родильного отделения Шумерлинской центральной районной больницы. Василиса Архипова всегда считала и считает, что главное это любовь к людям, а в конечном итоге к профессии. А без этой связки стать настоящим врачом невозможно. Когда Василиса Архипова говорит о ценности здоровья, она не просто верит в эти слова. Она живет именно так, как советует своим пациентам. Летом она очень часто встречается с ними на пробежках, на свежем воздухе, а зимой катается на коньках и на лыжах. Творческий подход у доктора Архиповой проявляется во всем. Как-то раз, взяв в руки фотоаппарат, она не расстается с ним, в свободное время, отточила мастерство настолько, что впору проводить свои авторские выставки. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. На национальном телевидении Чувашии прошел телемарафон. Накануне с шести часов утра и до полуночи жители разных уголков России, те, кто живет в отдаленных районах Республики, смогли увидеть с помощью спутникового сигнала лучшие программы, созданные корреспондентами телеканала почти за шесть лет. Фондовые передачи в течение телемарафона дополнялись оперативными новостями со всей Республики. Целый день ведущие и авторы программ работали в прямом эфире, рассказывая телезрителям о главных событиях в Республике. В районы Чувашии выезжала наша съемочная группа в составе Мальвины Петровой, Родиона Архипова, Андрея Шоклева. Телезрители смогли увидеть прямые включения с Мурпосадского, Батаревского и Шумерлинского районов. В прямой эфир национального телевидения вышли представители Чувашских диаспор из Красноярска, Иркутска, Тюмени, Ульяновска, Санкт-Петербурга и других городов. В студии канала тоже в прямом эфире состоялся розыгрыш спутниковой тарелки от наших партнеров компании «Орион Экспресс». Ее выиграл Алексей Яковлев, завершился марафон праздничным концертом. Сегодня в Красно-Читайском районе проходит День национального радио Чуваши. На частоте 106,7 FM началось вещание радиостанции. В честь этого события в Красных Читаях наши коллеги организовали праздничный концерт. Сейчас у нас на связи редактор национального радио Алексей Иванов. Леша, здравствуй, расскажи, что происходит. Здравствуй, Юлия, здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня мы находимся в селе Красные Читайи. Поистине для красночитайцев сегодня двойной праздник. Почему? Да потому что на волне 106,7 МГц запустили вещание национального радио Чуваши с мощностью 1 кВт. Радиус охвата 50 км. Охватывает три ближайших района, а также соседнюю Нижегородскую область. Кроме того, сегодня журналисты национального радио Чуваши весь день работали на территории Красночитайского района. Собирали ценные материалы для своих передач. Собирали репортажи. И это все в ближайшем будущем, в ближайшее время выйдет в эфир национального радио Чуваши. Напомню, что на волне 105,0 FM национальное радио Чуваши полностью не охватывало всю республику. С сегодняшнего дня Красночитайцы, а также близлежащие районы, это Ядринские, Аликовские, а также Шумерлинские районы, имеет возможность слышать национальное радио Чуваши, передачи, музыку, концерты и многое другое. Рядом со мной находится глава администрации Красночитайского района Александр Викторович Башкиров. Здравствуйте, Александр Викторович. Вы же непосредственно участие принимали при запуске этой волны, этой вышки. Вот как все-таки, организационный момент, как проходил, Александр Викторович? Ну, во-первых, хочется сказать, что действительно, наконец-то, сегодня для нашего Красночитайского жителя проходит значимое такое мероприятие. Действительно, мы с завистью следили за тем, что в близлежащих районах слушали на чувашском языке и песни, и наши новости. И действительно, а читайский район в какой-то, читайский житель в какой-то степени был ограничен. И вот, наконец-то, совместными усилиями вот этот факт состоялся. И сегодня наши жители высоко оценивают то, что уже последние 2-3 дня слушают на 106,7 свой чувашский национальный язык, песни и последние вот такие новости. И это действительно значимо. И хочется выразить благодарность руководству республики, что действительно и Красночитайский район сегодня вместе со всей республикой и с близлежащими районами слушает на родном языке песни и новости. А в основном красночитайцы что предпочитают? Это передачи или новости, актуальные новости, репортажи? Вот сами, как радиослушатели, как можете оценивать работу? Вот знаете, действительно на своем родном языке хочется слышать и песни, и именно язык чувашский, родной язык, который действительно, хотя бы у нас в районе, раньше передавались передачи, но на русском языке. Но мы хотим именно слышать свой родной язык. И сегодня действительно обращаются ко мне с благодарностью жителей, что сегодня все радиоприемники настроены на эту волну. А сами тоже так же слушаете национальное радио Чувашии, так ведь? На служебной машине у меня антенна настроена на 106,7 и дома. Спасибо, Александр Викторович. Ну, на этом мы сегодняшний выпуск постепенно завершаем. До скорых встреч. Юлия. Алексей, спасибо. Напоминаю, наши коллеги сегодня работали в Красночитайском районе. 23 и 24 июня в столице республики состоится юбилейный 10-й Чебоксарский экономический форум. Площадки проведения – театр оперы и балета и Национальная библиотека Чувашия. Первый пункт программы форума – деловой завтрак, на котором наметят ключевые экономические темы. Далее по плану – круглые столы, сессии и семинары, на которых обсудят уже локальные проблемы. В рамках форума впервые состоится конференция по финансовой грамотности и презентация федерального проекта «Профстажировка». Его цель – помощь выпускникам в трудоустройстве. Ожидается более 700 человек, гостей и экспертов. Представители 15 регионов России и ряда зарубежных стран, руководители торгово-промышленных палат и компаний уже подтвердили участие. В пленарной части они расскажут о своем опыте работы в Российской Федерации, и порекомендуют нам, как комфортнее сегодня в условиях санкционного режима работать с европейским, в том числе, бизнесом. На экономическом форуме станут известны имена лучших предпринимателей. Премия «Бизнес-успех» найдет получателей в девяти номинациях. Чувашия готовится принять гонщиков со всего мира. В республике 8 июля пройдет первый этап ралли «Шелковый путь». Обсудить технические вопросы в Чубоксары приехали члены организационного комитета. Каким испытанием готовятся гонщики, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. До старта ралли остается меньше месяца. Члены оргкомитета начинают работу задолго, необходимо решить немало вопросов. Гонщикам предстоит преодолеть более 9 тысяч километров по лесам, степям и зыбучим пескам. Динамичные кадры из видеороликов описывают, с чем придется столкнуться экипажам. Организаторы гонки исследовали каждый метр трассы. Максимально увеличиваем скоростные участки, борщи, боремся за каждый километр, за каждый километр песка. И я скажу, что по отношению к прошлому году количество песчаных участков возросло, ну скажем, не в разы, а в половину точно. Ралли «Шелковый путь» привлекает к себе все больше участников. Это пример настоящего экстрима гонка мирового уровня. Лучшие гонщики мира возьмут старт 7 июля на Красной площади в Москве и уже на следующий день доберутся до границы республики. Первый этап ралли проложен по территории Ядринского района. После финиша ночная остановка в столице региона. Для участников гонки оборудуют палаточный лагерь «Бивуак». На оргкомитете обсудили и другие вопросы. Необходимо предусмотреть все меры безопасности на пути экипажей. Председатель правительства республики отмечает, чебоксарский этап гонки будет проведен на высоком уровне. Из столицы республики гонщики отправятся в Уфу. Финиш намечен на 22 июля в китайском городе Сиань, который называют отправной точкой великого шелкового пути. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Сегодня 95 лет со дня смерти прославленного чувашского поэта. Миллион сердец считает Сейспеле стихи. Так называется выставка, посвященную стихотворению поэта «Пашня нового дня». Экспозиция открылась в музее Михаила Сейспеля. Формат выставки неожиданный. Она посвящена всего одному стихотворению Михаила Сейспеля. Зато какому. Произведение «Пашня нового дня», безусловно, вошло в золотой фонд чувашской литературы. И не только чувашской. Благодаря усилиям поэтов Петра Хузангая и Геннадия Айги, оно было переведено на 55 разных языков. На выставке представлены фотодокументальные материалы и книги со стихотворением «Пашня нового дня». Документы, письма подарил нашему музею Аннир Петрович Хузангай. Благодаря ему мы узнаем сегодня о том, что чувашское стихотворение Михаила Сейспеля звучит на многих языках. А это, возможно, стало только благодаря самому Сейспелю, потому что он в свое время создал теоретическую работу стихотворения и правила ударения. Особое место выставки заняли уникальные письма о переводе «Пашня нового дня» на языки народов ближнего зарубежья. Кроме того, для гостей выставки представлены фотографии переводчиков поэзии Михаила Сейспеля, их рукописи. Михаил Сейспель прожил немного и написал всего 60 стихов. Во всяком случае, столько дошли до нас. Тем более, ценны его наследия и для читателей, и для литераторов, которые черпают вдохновение в творчестве чувашского подснежника. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. У нас впервые за очень долгое время, скорее с 2008 года, появилась ставка в районе 8% годовых. То есть, соответственно, у нас есть программы с застройщиками, где ставка составляет 8,8.7%. То есть, соответственно, это уже такой определенный исторический минимум по ипотечным ставкам за последние несколько лет. Теперь взять квартиру в кредит можно по вполне доступным ценам. Так, например, минимальная цена однокомнатной квартиры в северо-западном районе столицы Чувашии – 1,560,000 рублей. А та же позиция в Новоюжном – 1,66,000. Ежемесячный платеж заемщики могут выбрать сами – на 7 лет от 15 до 21,000, на 20 лет от 9 до 13,000 в зависимости от района Чебоксар. Нельзя не поговорить о готовом жилье, потому что не для каждого подходит программа по новостройке. И по-прежнему у нас порядка двух третей кредитных сделок – это вторичное жилье. Соответственно, здесь мы попадаем в так называемую региональную промо. И у нас есть дисконт. Если стандартная ставка у нас по рынку, по Сбербанку в целом – это 11% годовых, минимальная стартовая. По Чувашии, равно как и по Татарстану и Кереву, у нас цены стартуют от 10,25. То есть, соответственно, у нас есть региональная преференция в данном случае. Сбербанк увеличивает скидку и за электронную регистрацию сделки. Теперь она составляет 0,7% пункта. С помощью электронного сервиса время оформления квартир значительно укорачивается – от трех дней до 15 минут. Подробнее об условиях апотечного кредитования в Сбербанке можно познакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье». Ну, наконец-то, наконец-то мы можем показать всю красоту жилого комплекса «Ясная поляна». Ведь именно сейчас, поздней весной, становятся совершенно очевидны все преимущества расположения этой новостройки. Теперь вы понимаете, почему «Ясная поляна» – дома расположены прямо на опушке леса. Только представьте, прогулки, спорт, шашлыки – в минуте от вашего подъезда. Впрочем, как и цивилизация. Жилой комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от проспекта тракторстроителей. Выходите на остановки Баумана и спускаетесь вниз к лесу. Посмотрим квартиры с ремонтом и мебелью. Казалось бы, из прошлой серии эта квартира была в состоянии «Заезжай и живи». А мне в этот раз добавились ключевые моменты для создания уюта – текстиль на окнах и светильники. Эта квартира уже кажется обжитой. Кроме качественного и современного ремонта, здесь есть вся необходимая мебель. Пространство выглядит свежо и современно. Но при желании в дизайн ремонта или мебели вы можете внести свои коррективы. Цена от этого не изменится. Знаете, сколько стоит ваш комфорт и возможность без лишних хлопот в ближайшее время заселиться в подобную квартиру – всего 1 млн 650 тысяч рублей. А это «двушка». Мы с вами в детской. Она укомплектована мебелью на двоих детей. Ваши непоседы будут в восторге от ярких деталей своей комнаты. Ну а вы сами с удовольствием будете отдыхать в оформленной в пастельных тонах гостиной. Цена двухкомнатной квартиры от 2 млн 90 тысяч рублей. И еще – в стоимость квартиры входит бесценная природа прямо за вашим окном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова